На Южном Урале ввели ежедневный мониторинг реализации национальных проектов. Поручение дал губернатор Алексей Текслер. Отметил глава региона расширение списка экологических проектов, повышение зарплат и напряженную ситуацию с ДТП. Вопросы смертности и дефицита кадров в первичном звене медицины также стали одними из главных в повестке. Плановое значение 9,24 против 11,45. И мы по сводкам видим, что сводки-то, мягко говоря, плохие. Губернатора не устраивают показатели реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В области коэффициент ДТП со смертельным исходом за прошлый год составил 11 человек на 100 тысяч населения. К 2024 году показатель должен составить три случая. Поэтому губернатор дал Министерству дорожного хозяйства и здравоохранения совместно заняться решением проблемы. Никто никаких поблажек не даст, никаких специфик для территории не будет. Какие показатели есть, такие останутся. Президент четко об этом сказал. С дорог региона исчезли треноги, которые раздражали южноуральцев. Работать будут камеры видеонаблюдения. Но не для того, чтобы зарабатывать на штрафах, а обеспечивать безопасность на проблемных участках дороги. Не обошлось на совещании без важной для Южного Урала темы – экология. Поэтому нацпроекту Челябинская область демонстрирует один из лучших показателей в стране. В части бюджета наш регион – один из лучших в стране, который выполнил показатели. Причем показатели у нас достаточно серьезные были по всем направлениям. Мы на 100% выполнили бюджетное сигналание, несмотря на то, что реализуем крупные проекты, включая свалку и так далее. В целом по стране мы существенно лучше других регионов в этой части. Но тут, что называется, расслабляться нельзя. И задач у нас большое количество. Губернатор также отметил, что к 2024 году в регионе должны вырасти зарплаты в полтора раза. Чтобы этого добиться, ежегодно доход южноуральцев должен расти на 8%. За этим должна следовать и экономическая подоплека, соответствующая, рост производительности труда, новые заказы и прочее. Предприятия должны экономически быть соответствующими. Также на координационном штабе рассмотрели нехватку кадров в первичном звене медицины. Губернатор дал распоряжение решать эту проблему отдельно, так как от этого зависит общий уровень здравоохранения в регионе. В частности, решить проблему кадрового дефицита.